Ваши деньги в кошельке, в чековой книжке и на инвестиционных счетах обесцениваются в 10 или даже 100 раз по сравнению со вчерашним днём. Как бы это повлияло на вашу жизнь? Может ли вообще такое произойти? Ну что ж, кто контролирует ваши деньги и доллар США в целом? Не вы. Это вы решили в 2008 году помочь крупнейшим банкам в трудной ситуации? Конечно нет. Это сделало ваше правительство. Заметили ли вы, как после этого выросли цены на газ и еду? Этот кризис наблюдал весь мир и наши кредиторы. И в то же время наше правительство только увеличило свой долг, а Федеральный резерв напечатал ещё больше денег. Все эти события повлияли на ценность каждого вашего доллара. В любой момент ценность доллара может измениться ещё радикальнее. Как же вы можете защитить себя? Возможно, вам советовали вложить средства в недвижимость, купить золото или серебро. Это хорошие средства для хранения, но на них вы не можете купить продовольственные товары и другие вещи напрямую, потому что они не являются средством обращения. Вы не сможете легко и просто использовать их для покупок в реальном мире. Существует валюта, которая не связана с долларом и обеспечивает защиту от инфляции. Эта валюта – худший кошмар для банков. Почему бензин такой дорогой? Какие марки продуктов питания готовы к повышению цен? США только что потеряли кредитный рейтинг ААА. 18 человек были задержаны за, возможно, самые крупнейшие мошеннические операции с кредитными картами. Некоторые считают ее валютой для дураков. Эта виртуальная валюта под названием «это святой грааль для взаиморасчетов». Мы задаемся вопросом, есть ли у этой валюты будущее, не говоря уже о ее законности. Как мне подготовиться к инфляции и другим манипуляциям правительства? Одним из способов для меня стала покупка биткоинов. Что это такое? На самом деле я очень мало знаю о биткоине. Биткоин – это исключительно цифровая валюта, без внутренней стоимости. Это цифровая валюта, которую вы можете использовать для покупок онлайн. Биткоин, 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 биткоин. Что такое биткоин? Биткоин появился в 2009 году и представляет собой относительно новую технологию в нашем постоянно меняющемся мире. Биткоин – это цифровая валюта, революционное изобретение, которое меняет жизнь людей, как это сделали смартфоны, ebay, youtube и интернет. Вы можете общаться с людьми со всего мира, печатая на клавиатуре. У нас новое электронное письмо. Биткоины можно мгновенно перевести на любое расстояние, без каких-либо границ, в любую точку мира. Это позволяет любому человеку на планете с доступом к интернет-соединению получать и отправлять биткоины. Для отправки 8000 долларов из Америки в Австралию, Western Union взимает комиссию в размере 336 долларов. Биткоины же могут быть отправлены с комиссии в размере не более 2 центов, согласно обменному курсу на сегодняшний день. Преимущество биткоина заключается не только в возможности моментального перевода, но и в его высокой ценности. Специальная программная обеспеченность создает биткоины с постоянной скоростью. Создание биткоинов будет пристановлено только в 2140 году. Будет создано всего 21 миллион биткоинов. В сентябре 2013 года в обращении уже было выпущено более 11,5 миллионов биткоинов. Это больше половины конечной суммы. Майнинг биткоинов – это процесс создания новых биткоинов. Они создаются блоками. На настоящий момент один блок содержит 12,5 биткоинов. Блоки создаются каждые 10 минут, как это прописано в программном коде, который установлен на компьютерах для майнинга. Лучшим майнером считается компьютер с самой высокой вычислительной мощностью, но тому, кто получает награду, также нужно было дать достаточным везением. Согласно приблизительному подсчету, существует около 100 тысяч майнеров биткоинов. Процесс майнинга также называется хэшированием. Эммануэль, давайте начнем с вашего сайта. Когда у вас появилась идея создать сервис хостингового майнинга, клауд хэшинг? Когда моя жена решила перенести все мои компьютеры на чердак? Я начал майнить биткоины на компьютерах. У меня было несколько постоянно работающих компьютеров, расположенных рядом. Мы не могли принимать гостей, потому что в комнате было слишком жарко. Настолько жарко, что у них мог случиться тепловой удар. Все это также требовало больших затрат на электричество. Поэтому я инвестировал в ASIC. После этого ASIC заинтересовалось много моих друзей. В тот момент я подумал, они же совсем в этом не разбираются, и будет лучше, если я сделаю все за них. Так это и переросло в бизнес. И вы знаете, мы начали продажу контрактов на майнинг биткоинов в апреле. Вас не беспокоило то, что создатель биткоина неизвестен? Впервые я услышал о биткоине в 2010 году. Я не считал это хорошей идеей, потому что я не понимал, как это может стать массовой тенденцией. А по истечении трех лет стоимость биткоина подлетела. И я подумал, господи, я упустил уникальную возможность. Я считаю, что сам факт того, что создатель биткоина неизвестен, поднимал множество вопросов. В сущности, это не имело значения. Главным фактором была математика, рабочая концепция и высокая защищенность валюты. Довольно сложно довериться такой новой странной и удивительной системе, как биткоин. Некоторые же люди, в основном энтузиасты в сфере компьютерных технологий, понимали, что биткоин более защищен, чем электронная почта, онлайн-банкинг или же аккаунт Итрейд. Почему вы, я хочу понять, поверили в биткоин? Ну, хороший вопрос. Вы пользуетесь интернетом? Да. Вы доверяете ему? Ну да, приходится. Вы доверяете интернету, но это не значит, что вы доверяете всем, кто там есть. Нет. Верно, но вы доверяете интернету. Вы просто вводите в браузер Walmart, и вы верите, что это настоящий Walmart. Да. И в интернете существуют законные игроки, например, Amazon. Конечно, вы совершали там покупки. Биткоин обладает схожими чертами. Это компьютерный код. Протокол. Возьмем, к примеру, электронную почту. Обычно люди не задумываются над тем, что любой человек может посмотреть, удалить или получить доступ к вашей учетной записи без разрешения и пароля. Но есть одно исключение. Поставщик электронной почты может закрыть вашу учетную запись или следить за ней по запросу АНБ. Почему люди, которые хотят избежать контроля правительства, должны серьезно воспринимать такие вещи? Я считаю, это очень важный вопрос. Одно дело, когда мы недостаточно реально оцениваем уровень слежки за нами, а теперь все транзакции сохраняются в базе данных, архивируются и могут быть найдены в любое время. Мы не знаем, кто окажется у власти через 4 года, 8, 20 лет. И мы не знаем, что они захотят сделать с этой информацией. Зачем им нужно хранить эту информацию? Биткоин позволяет вам самим контролировать эту информацию и предотвращать ее появление. Это приводит нас к вопросу о централизации. Биткоин децентрализован. Это означает, что центральная власть не может остановить транзакции биткоина. То же самое относится ко всей системе биткоин. Никто не может заморозить биткоины после того, как они отправлены, как это может быть с вашим банковским счетом. Никто не может создать больше биткоинов, чем это прописано в программном обеспечении. Никто не может вносить изменения в это программное обеспечение без согласия большинства пользователей всей сети. Разработчики программного обеспечения биткоина ограничены в своих возможностях вносить изменения в рынок. Макс Райт, автор книги под названием «Революция биткоина». Многие люди боятся, что биткоин подвергнется атаке правительством. Я считаю, что биткоин обладает по-настоящему уникальной способностью противостоять правительству. Это первый прецедент за всю историю человечества. Тактику адвокатов биткоин можно сравнить с Непстер. Непстер представляет из себя успешный механизм коллективного пользования, но в его голове стоял центральный сервер и компания. Существовал генеральный директор и компания, которых можно было арестовать. Правительство могло послать вооруженную группу и заставить компанию выключить сервер. Сервис разрушен. Аналогичная проблема биткоина решается так же, как и проблема битторрент, который был децентрализован. Правительству было просто некого арестовывать. Ему бы пришлось отправлять полицейских в каждую спальню каждого дома страны на планете, чтобы прекратить существование битторрент. Та же ситуация с биткоином. Здесь просто некого арестовывать. У биткоина нет генерального директора. Это пир-то-пир сеть с гарантированной защитой. Так вот, именно поэтому сеть обладает невероятной устойчивостью к атакам. Крайне интересно то, что, как я ожидаю, наступит кризис валют и войны валют, которых еще никогда не было прежде. Я начну с самого главного. Что вы думаете о биткоине? Это одна из моих нелюбимых тем, потому что я очень скептически отношусь к биткоину. Я прочитал технологическую документацию и обсуждал эту тему со многими людьми. Это великолепная децентрализованная, рассеянная по миру технология с хорошим шифрованием и блокчейном. Вы можете уничтожить сервер биткоина ракеты из воздуха. Но это никак не повлияет на сеть, потому что существует еще много серверов с блокчейном. Я все это прекрасно понимаю, и это, конечно же, впечатляет и привлекает сторонников свободы и энтузиастов в сфере технологий. Теперь, когда вы знаете, что такое биткоин, вы должны понимать, как цифровая валюта угрожает существующей банковской системе и учреждениям. В 2008 году банкиры получили прибыль от финансового кризиса, ими же и созданного. Представьте, что у вас была возможность не участвовать в этой монополизированной правительством валютной системе. Биткоин может помочь в борьбе с коррупцией. Банки возненавидят его, но они не смогут его уничтожить. Биткоин может решить множество проблем. Во-первых, инфляция. Количество существующих денег постоянно растет, потому что они зависят от долга и постоянного правительственного перерасхода. Количество денег в США увеличилось более чем в 10 тысяч раз за последние 200 лет. Это объясняет, почему настолько снизилась их покупательная способность. Почему кола в 1959 году стоила 5 центов, а сегодня стоит в 20 раз больше? Количество биткоинов увеличивается с определенной скоростью, которая не будет изменяться, что защищает валюту от инфляции. Биткоин также предотвращает кражи. Если вы храните наличные, то вы беспокоитесь о том, что кто-то может украсть ваш кошелек, а также что правительство может их конфисковать в аэропорту или в полицейском участке. Его пригласили в администрацию транспортной безопасности, и спрашивали не только его имя, но и где он работает, как он получил деньги, которые были у него с собой, и как он планировал потратить эти деньги. 4 700 долларов. Откуда у вас эти деньги? В 2012 году друзья Миши Раджиш и Марины ехали на автомобиле Марины, когда их остановил сотрудник полиции штата Небраска и оштрафовал за превышение скорости. Полицейские получили разрешение на обыск автомобиля. В багажнике они нашли две сумки с наличными и арестовали нарушителей, посчитав, что эти деньги были заработаны незаконным путем. Вы не можете украсть биткоина из кошелька, если не знаете от него пароль. Вы можете скопировать и хранить кошелек в неограниченном количестве мест и получать доступ к нему с любой точки мира с доступом в интернет, в точности как и к электронной почте. Как было замечено ранее, в биткоинах деньги гораздо проще перемещать, а также сохранять конфиденциальность транзакции, если вы хотите остаться неизвестными для других людей или даже правительства. Ваше имя никак не связано с вашим биткоин-адресом, если вы, конечно, не пользуетесь посредником, использующим биткоин. Правительству придется идентифицировать и контролировать всех пользователей интернета, чтобы проследить за платежами в биткоинах или остановить их. И последнее крупнейшее преимущество биткоина заключается в удобстве создания собственного дела. Вы можете всего за несколько секунд создать биткоин-адрес для получения платы за продукцию или услуги вместо того, чтобы следовать требованиям вашей страны, создавать счет в банке и так далее. Вам также не нужно беспокоиться о фальсификации оплаты, потому что транзакции биткоина необратимы. Вам не придется платить высокие комиссии компаниям, выпускающим кредитные карты. Если вы владеете магазином, баром или рестораном, то ваши покупатели могут производить оплату с помощью приложения на телефоне. Существует множество веб-сайтов, которые уже принимают биткоины в качестве оплаты за свою продукцию и услуги. Это удаленная работа, пожертвования организациям, пицца, аукционы, магазины с электроникой, хостинги, регистрация доменов, хранение файлов, азартные игры, музыка, одежда, графический дизайн и даже такие крупные розничные магазины, как Bitcoin Store. Я хочу купить ноутбук. И сейчас покажу вам, как просто это сделать. Здесь продается множество вещей, но я выбираю ноутбук, потому что мне нужен именно он. Здесь вы можете увидеть в продаже много разных вещей. Цифровые фотоаппараты, настольные компьютеры, веб-камеры и многое другое. Но сейчас мы ищем новый ноутбук. Здесь все то же самое, что и в магазине, принимающем доллары США. Я нашел ноутбук, добавляю его в корзину. Захожу в корзину и перехожу к оформлению заказа. Так же, как, например, на Best Buy. Вы можете зарегистрироваться или войти как гость. Сегодня я войду как гость. Здесь я ввожу необходимую информацию. Затем нужно выбрать способ оплаты. Наш способ оплаты будет Bitcoin. Разместить заказ. Отлично, теперь нам нужно отсканировать код с помощью телефона или использовать новый адрес для оплаты. И после этого вводите информацию в вашем Bitcoin-кошельке, и транзакция завершается. Сегодня 22 сентября. Посмотрим, насколько быстро работает доставка. Прошло всего два дня. Доставка бесплатная. Мы оформили заказ 22 сентября и получили товар 24 сентября. Здесь есть все необходимые аксессуары. Новенький ноутбук по той же цене, что и на Amazon. Я не делал никаких доплат. Это было просто. Посмотрим, что я еще могу сделать с биткоинами. Отлично, я зашел на сайт BitMind, где я хочу продать свой старый телевизор. Мои друзья уговорили меня, и я покупаю новый телевизор. Этот старый телевизор у меня уже 10 лет. Его диагональ 62 дюйма. Дорогая. Какие-то африканцы из Ганны хотят купить наш телевизор за биткоины. В мае 2013 года более тысячи человек посетили конференцию Биткоин. На форуме Биткоина более 100 тысяч участников. В платежной системе BitPay на сегодня зарегистрированы тысячи продавцов, использующих ее услуги на своих сайтах. В сентябре 2013 года стоимость всех осознанных биткоинов, обусловленная свободным рынком, составляла полтора миллиарда долларов. Биткоин растет очень быстрыми темпами и, возможно, опережая возможности контроля правительства. Когда сеть по борьбе с финансовыми преступлениями при Министерстве США объявила, что виртуальные валюты подчиняются тем же правилам, что и другие валюты, цена упала. После этого она даже начала расти, доказывая, что попытки управлять биткоином безуспешны. Идея того, что вы каким-то образом избегаете наблюдения правительством или находитесь вне матрицы правительства, просто неверна. Правительство надавило на MTGOX. Silk Road был закрыт в мае. Правительство или правительство следят за всем, что вы делаете. Появлялось много обменников, и их начали закрывать. Появлялись законы, закрывались банковские счета и так далее. Все это усложняло ситуацию. Но появился LocalBitcoins. Они позволили людям, отдельному человеку, рекламировать то, что они хотели продать или купить. Эти люди начали действовать сообща, и все это упрощает процесс. Покупать и продавать биткоины стало намного легче. В мире не существует частной, выпущенной валюты, лучше этой, потому что она не вызывает у политиков абсолютно никакого желания возиться с законом. Она совершенно не привлекает политиков. А теперь представьте себе мир, в котором вы сами контролируете свои деньги. Вы вольны анонимно потратить какую угодно сумму, небольшую или крупную, в любой точке мира. Правительство не будет создавать ваши деньги из ничего и раздавать их банкам, крупным корпорациям. Не сможет использовать их для войн и помощи другим государствам. Вы можете способствовать устранению эгоистичной банковской системы. Вы можете сами создавать свою судьбу. И для этого не нужно устранять существующую систему, можно просто ее обойти. Благодарим вас за просмотр этого видеоролика. Посетите наш сайт banksworthфир.ком и получите бесплатную инструкцию о том, как вы можете обойти существующую денежную систему. Вы также получите полный доступ к интервью с нашими гостями и результаты эксклюзивных исследований Future Money Strengths. Сойдет. Больше информации о биткоине и свежие новости на сайте bitnovosti.com Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Поддержите проект, переведя немного биткоинов по адресу на экране. Это поможет продвижению биткоина и его распространению.